Замки Мими Мы включили больше 17 тысяч лампочек, построили ёлку более чем 10 метров в высоту. Также у нас домики, где продаются горячее вино и колбаса. И всё очень сказочно по-европейски, так как принято. Здесь на ярмарке Замка Мими вы сможете найти ваш идеальный подарок. Начиная с самого милого сувенирчика, заканчивая с большим табло, сделанное вручную. Администраторы решили предоставить возможность посетителям Замка поделиться своей радостью с теми, кто в этом особенно нуждается. Мы приглашаем наших гостей участвовать в двух благотворительных акциях. Так как уже Новый год не за горами, можно позволить себе сделать доброе дело. Как раз у нас есть ёлка «Доброе дело», где детки без родителей написали желание, какие подарки они хотят себе на Новый год. И каждый может купить подарок для одного из этих детишек. Там очень всё просто. Дети хотят то ли книжку, то ли мячик. Это всё очень такое трогательно и легко выполнить. Как вы видите, новогоднее оформление Замка было сделано в европейском стиле, а на разработку дизайна ушло немало времени. Над этим проектом мы работали почти три месяца. Абсолютно всё, что вы здесь видите, было сделано в Молдове. Ёлка собрана из эко-материала, который не горит, и это дерево можно будет вновь ставить каждый год. Так что нам не придётся срезать живые ели каждый раз для празднования Нового года. Уже в день открытия посетители отметили, что новогодние дни в Замке Мими – это действительно необыкновенное зрелище. Я впервые в Замке Мими, и мне очень захотелось посмотреть на него, да и окунуться в атмосферу праздника. Ведь на улице снег, и сидя в доме, не ощутишь по-настоящему праздник. На Фейсбуке увидели, что есть мероприятие сегодня, и поэтому решили посетить это. Не так много у нас, что делается в Кишинёве, поэтому вот решили выбраться немножко за город. Красиво, очень так празднично. Это невероятно красивый замок. И хотя и сами в Швейцарии, у нас таких замков нет. Так что быть здесь очень здорово. А на Рождество особенно красиво. Столько огней, света. Один из 15 самых красивых архитектурных шедевров в мире вина открыл Рождественскую выставку. Напомню, что история замка Мими начинается с 1893 года, когда Константин Мими, последний губернатор Бессарабии, посадил здесь саженцы виноградной лозы, тем самым открыв первый, пожалуй, единственный замок-шато в Молдове. Ярмарка в замке Мими продлится до 8 января. Посетить историческое место можно в любой день, кроме понедельника. Если вы всегда хотели оказаться в зимней сказке, теперь вы знаете, как это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok